Давай прям так запишемся. У меня там сзади вроде никакой секретной информации нет. Да, она я даже не развлечу, даже если она есть. Хорошо, так, ну что. Здравствуй, дружище Егор. Да, привет. Ты какой-то совершенно неший маклауд, потому что я тебя не видел живьем довольно давно, у меня сыну 11 лет. И как раз он рождался, когда мы на мастерском с тобой вместе были. И ты вот какой был, такой вот ты и есть. Я тебя поздравляю, ты, наверное, много голов срубил, чтобы оздоровить себе кровинушку. Освежить, да? Освежить, да. То есть ты совершенно выглядишь замечательно, и это хорошо. Соответственно, я рад тебя приветствовать. И давно мечтаю, я знаю, что у тебя тоже были такие мысли, как-нибудь вместе что-нибудь замутить. Буду рад, если у нас получится. Тем более, что есть довольно много по-настоящему любопытных новых наработок в контексте вот того, что я теперь склонен называть эволюционным лидерством, которое включает в себя кроме спиральной динамики много всего другого. Интересно, интересно. И у меня есть предложение вот задать тебе несколько вопросов, которые меня по правде на самом деле интересуют. То есть я действительно сам об этом думаю, и мне интересно, что ты по этому поводу скажешь. А общая тема, вот чего я хочу с тобой поговорить, это все, что связано с настоящей трансформацией. Ну то есть вот то, что люди говорят, вот мама родная не узнает, да, то есть был один, стал другой, да, все бросил, так сказать, все получил. Себя в зеркале не узнаю, отрастил бороду, сбрил бороду, так сказать, все изменилось, да. То есть вот у меня, я тебя хотел спросить, вот эта тема тебе известна по себе? Какая трансформация? Ну изменения, то есть вот такие изменения, чтобы вот ты просто понимаешь, что вот два года назад я был совсем не такой, я был другой. Почему я так действовал, сейчас бы я гораздо эффективнее действовал, что, то есть это постоянно происходит. Мы подсели на это как раз вот, наверное, те же самые лет 10 назад, с наших вот этих самых мастерских, нелперских упражнений. И я счастлив по этому поводу, и не знаю, как ты, потому что это такой наркотик, с которого слезть совершенно невозможно, и слава богу. Я имею в виду просто изменения, обучение, и что-то такое, когда ты экспериментируешь с собой, со своими ценностями, со своими смыслами, со своими навыками, поднимаешь себя за шкирку, там, ты куда-то тащишь, и это кайфово. Это непросто. То есть это колбасит. Я сказал, что это дорого. Я вот в последнее время привык все измерять мерой платы, да, она не всегда деньгами. Я бы даже сказал, что цена достаточно дорогая у этого, энергетически дорогая, скажем так. То есть ты платишь за изменения? Все платят за изменения. Все платят за изменения. Да, я просто стараюсь осознавать, чем я плачу. Вот. И одна из причин, почему люди не идут на изменения, потому что цена высока. Да, да. И есть такой вот этот старый еврейский анекдот про то, как Абрам пришел домой, плачет, убивается. Помнишь ли это анекдот? Нет? Это ему Сара спрашивает, ты чего? Он говорит, ну как чего? Мессия в город пришел. Теперь придется все продать, там, дочерей, так сказать, куда-то деть, значит, там, бар, лавку, да, то есть коров, овец, так сказать, и следовать за Мессией. А жена его успокаивает. Иосиф, доверяй Господу своему, Господь разберется с Мессией, говорит ему, жена, так сказать, в уплате того, что, типа, все будет хорошо. Не надо вот это все, вот эту цену платить. Не надо идти в трансформацию, потому что, как бы, она дорогая и как-нибудь оно обойдется. Так вот, зная, следя за твоими событиями, видя, что ты меняешься, и что ты, взвешивая эту цену, таки платишь ее, чтобы выйти на новый уровень. Вот скажи мне, как ты узнаешь, что это время пришло, вот лично для тебя, вот по каким признакам ты понимаешь, что оно приближается? Время трансформации? Время, да, время радикальных изменений. Ну, я бы даже сказал так. То есть я знаю, когда оно пришло, на самом деле я знаю свои циклы. То есть я просто стараюсь понимать, стараюсь, то есть у меня нет такого, что там я живу-живу-живу-живу, да, и вдруг там время пришло. Я просто знаю, что там определенные периоды года будет момент, когда хочу я этого или не хочу, со мной произойдет определенная ситуация. И тут буду сейчас признаваться, так как повезло твоим зрителям, ты располагаешь к тому, чтобы можно было признаваться. Я не самый удачный, наверное, пример для подражания, для моделирования с той точки зрения, что у меня кризис, у меня трансформация происходит через кризис. Причем, ну, как бы она у всех происходит через кризис, но просто кто-то успевает, если помнишь, да, вот в спиральной динамике там, по-моему, я как сказал, что, да, есть момент предвидеть и перепрыгнуть. Вот я в этом смысле немножко тормоз, то есть я крайне редко успеваю предвидеть. Может быть, даже не то чтобы тормоз, а скорее, может быть, я какой-то такой упертый баран, то есть я вот гну какую-то, или, может быть, я где-то лентяй, то есть, да, и я продолжаю сидеть, то есть как бы на месте. Или, может быть, я где-то даже трус, то есть я продолжаю бояться, то есть каких-то изменений, там и надеяться, что авось пронесет, авось это просто ветер подул, то есть. Но, короче говоря, в большинстве случаев, наверное, в 90% не встану, к счастью, есть шанс у меня на нормальную жизнь. Ну вот, то есть я лечу вот как бы в стадию, да, полной гаммы, да, то есть и там, когда уже я ударяюсь одно, да, снизу там обычно кто-то стучит, поэтому пробивая пару-тройку таких дон, да, то есть я таки оказываюсь в ситуации, которая очень сильно похожа на то, с чего начинал. То есть вот, и тогда, но только разница есть одна большая, да, то есть я оказываюсь как бы ни с чем, да, или там я оказываюсь там в долгах, или я оказываюсь там потеряв там отношения там какие-то, да, там близкие бывают, что-то еще. Но есть разница большая, да, то что по факту контекста я оказываюсь отброшенный как бы на то, с чего начинал. Но по факту опыта и по факту знаний там, ну как бы наработанных ресурсов там, да, то есть каких-то окружения, то есть которые у меня там друзей, команды, то есть там учителей, коучей, то есть в общем по факту именно ресурсов ключевое слово, да, наверное правильно определить. Внутренних, наверное, ресурсов. Может быть не всегда внешних, но внутренних ресурсов. И внешних, и внутренних, потому что это одно и то же, то есть на самом деле внешние ресурсы, они всегда созвучны внутренне, ну то есть, ну когда как бы мы сами созреваем, да, и внешний мир, то есть он, то есть снаружи к нам притягиваются соответствующие люди и так далее, да. То есть и внешних, и внутренних я имею все-таки, ну как бы силу для того, чтобы сильнее оттолкнуться от этого дна, да. И вот мне Света вчера, мы на днях с ней говорили, она говорит, многое это прекрасно, потому что от него можно оттолкнуться, ты наконец-то понимаешь, что есть на что опереться, да. Это не самый приятный момент, вот, и я выпрыгиваю вверх, соответственно, да, то есть я начинаю, соответственно, расти. И получается так, что каждый кризис это не рост вверх, да, то есть это не там два шага вниз и 10 вверх, а это увеличение амплитуды. То есть это еще большее падение вниз и еще большее взлет вверх, да. Взлетел, и вот здесь, когда взлетел, если мне хватило ума не загордиться, да, не зазнаться, начать ценить то, что я получил, не считая это все как бы там чем-то, там, какой-то халявой там или там случайностью. То есть более того, если мне хватило осознанности понять, какие рычаги, какие вещи там, что меня держит, и вот здесь очень важна внутренняя как раз часть, да, здесь как раз не внешне важно, потому что, а именно внутренние. То есть какие ценности, какие принципы, какое мышление, да, то есть какие вещи на уровне дисциплины там личной, да, то есть какая именно внутренняя дисциплина и так далее. Если мне хватило осознанности, я зафиксировался наверху, да, и там прекрасно живу какое-то время до тех пор, пока там, ну, не подобралась в новый момент. Есть мягкие кризисы, там, есть жесткие, да, ну вот у меня, не знаю, стоит ли рассказывать, наверное, не буду рассказывать даты моих кризисов, но две в год, две в год у меня есть, когда я вот точно знаю, будет происходить какой-то кризис, и я просто готовлюсь уже к этому, я уже понимаю, что вот надо как-то, вот здесь надо не расслабляться, вот здесь надо. Встречаешь, встречаешь, говоришь, welcome, welcome, да, то есть. Да, то есть я такой, ну что ж, кризис будет, значит, надо, собственно говоря, как-то поиспользовать его для там роста, да, и развития. Две вещи, вот после твоих слов, значит, первую вещь вспомнилась, когда я знаком с одним, время от времени мы общаемся с нижегородским бизнесменом, который говорит, что человек вот успешный, ну, в бизнесе, там, чем, где угодно, это тот, кто много раз падал и вставал. То есть, если ты взлетел и летишь, тебе нельзя назвать успехом, потому что если ты упал и разбился, и не встаешь, и лежишь на диване, да, то есть это вообще никак не говорит о том, успешный человек или нет. То есть, если у тебя повезло и ты взлетел, то это еще не показатель твоего развития, твоей личности, как бы высоко ты не забрался. По-настоящему тебя будет характеризовать то, как ты упадешь, куда ты упадешь и как ты встанешь. И вот эти вещи, вот эти слова мне очень нравятся. А второй момент, хочу поблагодарить тебя вот тоже вот за одну такую вещь, которую я ценю в людях, которую я ценю в себе и которую я редко встречаю. За бесстрашие относительно уязвимости, потому что вот я считаю уязвимость, это очень парадоксальный, парадоксальным свойством счастливого человека, потому что это очень странная вещь. То есть, с одной стороны, ты вроде признаешься в том, что я местами несчастен, а с другой стороны, сам факт того, что ты об этом можешь говорить, это настолько освобождающее чувство, что ты не тянешь жилы из себя все, какие есть на всех местах, да, то есть, чтобы показать, что ты волшебен, гениален, там, где-то там богат или еще что-то. То есть, ты ценишь уязвимость, и это лично для меня говорит о том, что твое понимание счастья, оно многообразно, оно как бы разнообразно. Одно из названий вот этой моей темы по спиральной динамике, когда я в некоторых местах читаю лекцию, я называю «Все небеса счастья». То есть, можно быть на первом небе счастья, да, и ты чисто пожрал, попил, там, слава богу, так сказать. На втором небе счастья, когда ты с другом помирился, там, или маму обнял, там, и так далее. То есть, на третьем небе, когда там набил, там, что-то, ну, и так далее. То есть, и это счастье, но вот уязвимость, это, очевидно, счастье довольно высокого порядка. Вот, способность быть уязвимым, просто по той простой причине, что вплоть до, наверное, начального зеленого люди вообще не готовы быть открытыми, потому что надо же показывать, надо же хорохориться, да, то есть это... Спасибо за ответ. Спасибо за ответ. Вот, пять-десять назад, да, вот, когда мы только-только познакомились, там, начинали это развитие. Тогда я был более уязвимым, чем сейчас, да, вот. Сейчас я все-таки... Ну, это как бы, да, вот, некий мой шаг навстречу уязвимости, признаться в этом, но все же. И у меня есть, как бы, такое, знаешь, объяснение, почему, на самом деле, да, это так. Это тоже цена, то есть отказ от свободы быть уязвимым, это некая цена, если ты становишься, ну, таким публичным, как бы, человеком, да, потому что в массе своей... Но есть такое правило, чем больше толпать, тем она глупее, да, там, скорость с кадра определяется самым медленным кораблем, как это, да, там, интеллект толпы, то есть... Вот, и, соответственно, здесь получается такая вещь, что все-таки нужно понимать, что, ну, мы не можем, там, в том же, в Фейсбуке, там, написать вот про себя все, да, то есть, хотя иногда хочется, там, написать, да, и были у меня... У меня несколько таких твоих постов, кстати. Были, да, у меня такие посты, то есть, ну, как бы, это след ведет за собой очень интересный эффект. То есть, это можно делать, это нужно, ну, это может быть следует делать, если ты готов встретиться с кризисом, да, в этот момент, потому что реакция будет очень, как бы, большая энергетически, и сразу разные люди среагируют. Кто-то начнет критиковать, кто-то отвернется, а кто-то, наоборот, придет. Тыкать пальцем, все понятно про него. Кто-то будет тыкать пальцем, да, приводить, там, в пример сравнивать, вот, то есть, дальше торнадо сразу закручивается вокруг тебя, то есть... И это нормально, если ты делаешь иногда, да, то есть, но жить в таком режиме, вот, каждый день, то есть, невозможно, да. А если ты хотя бы, там, как-то... Я не могу сказать, что я какой-то супер, там, публичный человек, то есть, ну, вот, хотя бы даже, там, на моем уровне, то есть, это уже, то есть, грозит торнадо, да, то есть, если я где-то что-то такое про себя, там, скажу. Вот, поэтому в последнее время я, наверное, как-то возраст, да, зрелость, то есть, хочется чуть больше спокойствия, то есть, я позволяю себе скорее спрятаться, да, там, за какие-то маски, или не то, чтобы спрятаться за маски, а, ну, не показывать, может быть, лишний раз, не обнажаться лишний раз, то есть, вот тем, кто я есть. Наверняка, у тебя есть круг людей, с которыми ты можешь себе это позволить, роскошь быть уязвимым. Я скажу так, я позволяю себе роскошь быть уязвимым на сцене, вот, когда я выхожу на группу, вот, когда я стою на сцене и передо мной есть люди, да, то есть, это совершенно иные отношения, как бы, с миром, как я бы сказал, да, это иные отношения с людьми, которые пришли, неважно, заплатили они деньги или пришли бесплатно, они вступили в определенные отношения, то есть, они слушают меня, как спикеров, кто-то, кто-то, как гуру, то есть, ну, в любом случае, как мастер в чем-то. И это та цена, которая не платит, цена доверия, да, то есть, доверие, вот, оказанное мне, и то, чем я им возвращаю в этот момент, я возвращаю им искренностью. Да, да, да. Вот, ну, а если говорить про вот повседневную жизнь, там, там, что я как-то проявляюсь в фейсбуке, там, где-то еще, да, вот там я признаюсь, конечно, я прячусь за маской, но хочется спокойствия. Я думаю, что тенденция такова, что чем старше я буду становиться, тем больше я буду стремиться к спокойствию, и тем искренне, наверное, я буду вот в моментах на сцене, там, или в моментах, может быть, в статье в какой-то, да, или в каком-то избранном, моментах избранных событий, скажем так. Опять получается, что роскошь, быть уязвимым, это определенная даже цель, то есть, это действительное богатство, которое нужно и можно заслужить, когда есть... Зарабатывать, да. Зарабатывать, то есть, когда... Рассказал даже, да, может быть. Хорошо. Но я знаю, что ты неравнодушен, то есть, у тебя есть вот эта вот жилка, и вот за это я люблю тебя, Егор, вот, пойми меня правильно, по-человечески, классно, то есть, чтобы я помню, какие у нас были годы молодые, там, ну, еще не все еще у нас позади, да. Да, получается, почему мы, собственно говоря, общаемся на каком-то особом уровне. Да, да. И вот что еще хотел тебя спросить. Вот, ладно, твои трансформации. Ну, вот люди же просят иногда, они, они, они предлагают, они, как бы, есть идея такая, что надо там забраться на желтый, там, на бирюзовый, там, срочно, да, как только я узнал об этом, надо сразу записаться повыше, да, то есть, примерить на себя и... И ты понимаешь, что это больно, да, что это непросто, что это не сертификат, да, вот теперь желтый внезапно, да, то есть, что это очень, да, даже не желтый, бог с ним желтым, то есть, это даже оранжевые местами, это очень больно для людей, которые ходят на работу, правильно? Но люди, как-то вот, почитав правильных книг, заглянув в конце, в ответ задачника с нерешенной задачкой, им очень хочется трансформации, ну, как бы, потому что такое слово есть, здорово, я что-то получу. Вот как ты, глядя на человека, понимаешь, идет он к этому, нужно ему это, или это понты, или это ложь, или это желание переложить ответствие, как ты понимаешь, глядя на человека, получится тебе содействовать его эволюции, или не получится? Хороший вопрос, сейчас я пару секунд подумаю даже. Ты знаешь, это про закрытость и открытость, наверное. Это как раз, вот есть люди, которые, ну, как бы в зале, да, обычно, то есть, все-таки я работаю с такой, с тренинговой аудиторией, потому что те, кто обратились в коучинге, в коучинг там, это, ну, единицы, и это уже, ну, по определению люди, которые готовы платить много и хорошо работают. Вот, а те, кто в зале, то есть, вот они сидят, ну, по ним видно, то есть, вот такое выражение лица оценщика такого, да, то есть, вот она сидит с такой оценкой, и если ты видишь на лице оценку, то понятно, что это... Чаша полна. Чаша полна, да, это не то, что чаша полна, это такое забрало одето, да, и это способ защититься. Оценка это способ, как сказать, интерпретировать мир, вместо того, чтобы увидеть, какой он есть, поток реальности, да, вот, то есть, ну, как интерпретировать, описать, поместить в определенную ячеечку своего мировоззрения, да, и сказать, вот это вот так. И, как правило, это ячеечка какая-то тоже, вот, ну, не про трансформацию, да, а про, вот, пусть лежит там спокойно и меня не трогает, да, это все защита такая. Это тоже нормально, опять-таки, да, вот, как я сказал, что я, ну, защищаюсь масками. Ну, у всех у нас есть маски, ну, что это такое? Это же полезно, это инструмент, понимаешь, это, и так или иначе... Это нормально, совершенно, да, это как одежда, то есть, ну, вот, проблема в том, что если человек в душ залезает тоже в одежде, да, и сексом занимается в одежде, вот это уже вызывает вопросы, вот, а как бы так выходить на люди в одежде, нормально, а с другой стороны есть люди, которые ты видишь, что они открыты, ты видишь, что вот, по глазам, да, что там не оценка, а там вот желание, как впитать тебя, да, желание воспринять, вот, услышать то, что звучит за словами, То есть вот этот вот открытый взгляд, активность, горящие глаза – это те самые люди, которые идут за трансформацией, которые идут за тем, чтобы расти. И в этот момент, на самом деле, неважно, на каком уровне они находятся, потому что на каком бы уровне они ни были, человек, стремящийся к росту, фиолетовый, стремящийся к росту, он более ценен, чем оранжевый, закрывшийся своей позиции. Согласен. А вот тогда, смотри, получается, что в некотором смысле, если человек готов… Секунду, повтори фразу. Я говорю, если человек готов, и ты видишь, что он готов, и он сам знает, и как там, скажем, Бог знает, что он готов, то трансформация происходит. И в некотором смысле тогда наша с тобой работа похожа на такое как бы шаманское битье в бубен, что ты как бы сопровождаешь этот неизбежный процесс. Некоторым образом ты подталкиваешь его, некоторым образом ты уводишь человека с дурной колеей, да, то есть если ты, имея определенный экспертный опыт, понимаешь, что это колея дурная, да. Хотя ты тоже можешь ошибаться, так сказать, все же люди разные, но тем не менее, то есть некое влияние твое подобно, скажем, такому ветру в готовые паруса. То есть или даже не ветру, а когда человек знает примерно, куда плыть, ты просто помогаешь ему это проделать. То есть и основная работа-то его. Ну, в любом случае, основная работа его это точно, да, но вот про ветер в готовые паруса, да, это тоже близко. Но вот в моем случае немножко я сейчас скорректирую, да, я скажу так, что бывает, когда люди обращаются ко мне, когда они не знают, что делать. Но не знают не потому, что им недоступно это знание, это попало, как бы эта информация попала в их слепое пятно, да, там, из-за, может быть, каких-то эмоциональных переживаний, там, где-то обид, где-то там чего-то еще. То есть, вот, в этом смысле моя задача, ну и задача любого коуча, независимо от уровня, да, как человека, не вовлеченного эмоционально в ситуацию, да, показать, донести до клиента, что вот какая она истинная картина, да, вот как на самом деле. И сделать так, чтобы человек это осознал, то есть помочь ему с точки зрения осознанности, да, и в этом смысле осознать и принять свой выбор. Это первая часть. Вторая часть, и это я люблю делать больше, наверное, каких-то таких мероприятий для холодной аудитории, для новой аудитории, которая пришла, которые, среди которых, ну, много разных и много, может быть, еще и закрытых. Это провокация. Это такая, знаешь, вот мой любимый архетип, да, и вот архетип Шута, да, или он же архетип Джокера такого, да, вот я очень люблю действовать из этого архетипа. И там есть такая провокация, есть такой хороший пендель в этом смысле, может быть, даже где-то там удар по больным точкам, то есть где-то, может быть, да, как это массаж эрогенных зон, да, то есть эмоциональных человека. Для того, чтобы он почувствовал, для того, чтобы как бы его выбить вот из этой привычной чаши, в которой он сидит, чтобы он вот посмотрел и увидел, что, ну, а мир можно воспринимать еще иначе. То есть есть еще другие вещи. Это тоже про пробуждение к осознанности, скорее всего, то есть, ну, вот, ну, только другим, может быть, путем, да, не показать, а вот именно подтолкнуть туда. Есть люди, которые уже осознанно, да, и которые понимают, чего они хотят, куда они хотят, как они хотят, да, и они приходят ко мне просто за инструментами. И если я для них в этот момент оказываюсь на уровень, там, на полшага хотя бы впереди, да, то тогда я просто им говорю, что вот курс туда, шаги такие, и здесь у меня чисто консалтинговая такая функция, то есть сказать им, чего и как сделать. Вот, но самая частая работа, да, и самая, наверное, основная, и самая любимая, да, это вот работа Джокера такого, то есть это вот вскипятить весь этот бульон, то есть для того, чтобы та часть планктона, которая может проснуться, проснулась и начала что-то делать. И я немножко так стебно отзываюсь, да, о людях, что, может быть, было бы там, ну, неправильно с какой-то точки зрения, но это как раз вот именно вот из позиции этого шута, потому что... Это здоровая доля цинизма тренерского, который... Да, потому что здоровая доля цинизма, она как раз вот помогает, скорее, способствует... Значит, во-первых, хочу поблагодарить, Егор, тебя за этот разговор, это ценность, и я не знаю, какая ценность у людей есть больше, чем как встретиться, поговорить по душам, и что-то понять, почувствовать, не знаю, все остальные ценности, это суррогаты этого. И спасибо тебе, что ты был вот открыт, чтобы ты поделился. Второе... Я большое, что пригласил, что пригласил вообще сюда. И я молодец, да. Значит, второй момент. Хочется сказать вот что. Очевидно, что у Егора Булыгина есть маски. У Анатолия Баляева есть маски. Егор Булыгин – это вообще маска, да, и это имя, фамилия, да, то есть она надета на нечто такое сутевое, там... И я бы призвал людей, входящих с тобой в контакт, и входящих со мной в контакт, искать что-то, что есть за нашими масками, потому что и мне, и тебе, как мне хочется думать, удалось сейчас эти маски приоткрыть. И за ними есть что-то живое, что-то настоящее. Как бы ни назывались вещи, которыми мы пугаем своих клиентов, там, не знаю, там, НЛП, спиральная динамика, все цвета какие-то, это все. Это все вот такие вот тоже маски, тоже какие-то такие вещи, за которыми стоит что-то живое. И Егор живой. И мне хочется думать, что Баляев тоже живой. И в этом формате я хочу поприветствовать живых людей, развивающихся и эволюционирующих. Одна из категорий вот этого моего эволюционного лидерства, я помогаю людям осознать, что ты, Егор, и наши все люди, клиенты, они являются неким передним краем эволюционного процесса. То есть, вот буквально вот все, что происходило до этого, все эти миллионы, тысячи лет развития человечества, там, у животного мира и планет, галактик, и все. Это вот, это ты на переднем крае на этого находишься. То есть, это все происходило, чтобы ты был такой какой-то есть, своими глюками, заморочками, своими там недостатками, достоинствами. И у этого всего будет или не будет смысла, того будет или не будет смысла у твоих поступков в дальнейшем. И это и есть определенная тоже некая трансформация, которой, я знаю, ты способствуешь, которому мне хочется думать, что я способствую. И я буду рад в твоем лице поприветствовать эту эволюцию. Я буду рад приветствовать эволюцию твоих клиентов, которым, слава богу, есть о чем рассказать хорошего про Егора. И даст бог, что у нас с тобой вместе удастся, получится нам сделать что-то такое ударное, что развернет степени свободы, радости, крылья у тех людей, которые с нами будут вместе. Вот так я хочу. Спасибо. Я хочу поблагодарить тебя в свою очередь за то, что ты предложил этот разговор, потому что тот человек, который тебя слушает, это всегда, как сказать, другой конец потока. То есть качество потока зависит от обоих. И то, что ты пригласил меня окунуться в это и почувствовать, потому что, как ты верно заметил, не с каждым, не всегда, не так часто можно пообщаться на такие вещи. И тоже хочется пожелать твоим клиентам и твоим зрителям, и всем, кто будет смотреть это видео, быть собой. Отношусь. В первую очередь быть собой, несмотря ни на что, не осуждая, не оценивая, проявляясь такими, какие вы есть, дорогие друзья. И, ну, потому что вы край эволюции, да, и дай Бог вам всего самого-самого, не лучшего, не лучшего, самого-самого. Будь здоров, всех благ тебе, до связи, всего хорошего. Пока. Удачи. 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 Продолжение следует...